здравствуйте друзья вы на канале честный акцион сегодня у нас 4 офигенных альбомчика коллекция банкнот игоря александровича смотрите вот такие вот альбомчики сейчас вам вкратце покажу что здесь у нас есть и начнем по порядку это второй альбомчик уау 3 вау-вау-вау и 4 сами альбомчик я вам скажу не знаю что это производство но явно не германия и британия явно не китай я спрашивал он говорит покупал где-то в европе несколько лет назад уже точно не помню потому что у нас сложно эти красивые качественные альбомы но вам скажу листы как новенькие ну сразу видно что коллекцию положили и так вот эти банкноты никто не трогал здесь у нас чили представлена и банкноты самый низкий номинал по escudo 1 escudo 5 escudo мятая она по моему реже встречается чем другие номиналы ну сразу скажу почему продает игорь александрович свою коллекцию на самом деле только часть и он говорит что будет делать акцент на германии говорит что ближайшие несколько лет темп роста германии банкнот германии могут даже превысить темп роста британский банкнот с королевой не знаю принципе доля правда в этом есть он не целую теорию рассказывал пересказывать не буду потому что это долго сейчас посмотрим эти все банкноты будут на аукционе с одной гривны сейчас жаркое лето цены низкие потому что большинство где-то либо работает зарабатывать деньги либо отдыхает тратит деньги и те кто не лениться все-таки заходить на аукцион красивый банкноты состояние общий огонь здесь краска ушла чуть и те и покупает дешево я ему говорю давайте подождем до осени дороже продаться он говорит я сейчас нашел себе коллекцию немецких банкнот дешевую говорит пусть продается не хочу дополнительно деньги вкладывать это продастся дешево продастся и дешево и так куплю так что все будет отлично говорит если хорошо продаться пришлет еще что-то на продажу так это у нас куба это такие деньги для иностранцев которые потом заменили на конвертируемые песо 90 годах это 80 здесь разные цвета как вы видите это они были предназначены для разных категорий иностранцев там для туристов для студентов еще что-то мы уже точно не помню вот эти кубинские это для бедного населения кубы красивые вот ну ты вот и сразу скажу что тут эти дешевле чем например для иностранцев для иностранцев современные конвертируемые которые они идут равняются один к одному доллару войти чипа дороже уже будет 60 68 год 84 ну это дешевое состояние плохое вот конвертируем песо 2006 год так 49 год 2007 58 вот эти примерно будут поможет пять долларов за штучку в таком состоянии ну соточка десяточка чуть больше это 1896 год 5 песо куба коста-рика и канада канада тоже состояние огонь 5054 год красота но альбомчики шикарные просто шикарные каймановые острова 74 год состоянии гонитта же на где-то внук слышу думаю 10 долларов будет найти в таком состоянии дешевые хотя серия ааа первая серия ну не знаю сложно найти в хорошем состоянии первой серии очень сложно у бомба 5 10 20 фунтов кипр типские по моему где-то плюс-минус по номиналу кодинка дому к доллару и может чуть выше вот я нет это это где-то около 5 долларов будет 56 это думаю свыше 10 долларов это долларов 25 даже как-то так эти тоже красивые такие вот уже я когда-то выставлял на продажу сербия динары там у меня были номера низкие начинаешь что-то с 3 или даже четырех нулей хорватия 10 миллиардов сербия так эти дешевые быстренько пролистаем а вот самый дорогих крас нету вот после соточки идет по моим 5 соточка да и до 10000 вот это как раз промежуток они идут дорогие вот эти 50 и 105 дешевые и вот эти дешевые а между ними как раз дорогие но и здесь нету так хорватия современные 93 год листы прикольные такие черные то так ну шикарно просто выглядит шикарно как сам лист когда смотришь махнут и другие листы не отвлекают красивый альбом уау 1020 но не так давно выделить коллекцию хорватских кун там до 1000 уау 50 100 неужели здесь есть 200 500 и сейчас посмотрим это интересно нет но тоже радует 50 что это за баника 50 баника его полкуны 42 год вот это редкий экземпляр даже в таком состоянии около 10 долларов будет стой класс круто 100 500 кунах сорок первый год уау 5000 куна и состояние какое и здесь еще 5000 это уже сорок третий год все это последнее долларов 15 думаю это 10 это 15 это будет в таком состоянии ну как 1 альбомчик ничего так порадовал но со старта тоже так радует это у нас острова кука две штуки а это бельгийская конга 20 франков 57 год вот это редкий экземплярчик состояние тоже хорошие как для такого экземпляра вообще-то эти бельгийская конга это редкие банкноты так а здесь у нас конга 97 год центы это дешевые это по пол доллара где-то за штучку о смотрите ничего по себе казалось бы да вся коллекция такие вот идеальные а тут пятерочка такая на самом деле это пятерочка стоит больше чем вся эта коллекция конга вместе взятых это действительно редкий экземпляр ее еще и найти даже в таком состоянии составляет проблему я думаю даже в таком состоянии цена где-то около 10 может даже 15 долларов редкий экземплярчик возможно низкий тираж был не знаю из-за чего он такой редкий соточка коморские острова 500 и 1000 франков красота это где-то около 20 это около 30 долларов бомбисимо какое состояние вот это да вот эта коллекция кстати на альбом мы тоже тоже будет продаваться так что обратите внимание кому интересно будет так это камбоджа камбоджа вот такие уже неоднократно показывал поэтому пролистываем 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 такой не было 2000 риэль камбоджа тоже не частый экземплярчик может где-то и около 5 долларов будет стоить вот это вот это кстати смешные водяные знаки почему смешные вот не бы не покажу сейчас приходите на аукцион видите там будет фотографии адреса реверса и водяных знаков посмотрите там больше камбоджа ух ничего себе смотрите вот это да видите вот эти вот картины картинки знаете что это это красные камеры 93 год типа такие памятные банкноты офигеть я искал их когда-то он хотел посмотреть как выглядит нашел на ebay по одному экземплярчику только 20 10 по моему и 5 об этих даже не мог найти нигде эти продав были проданы по фиг сцене где-то за 15 долларов штучка красота это типа такой памятный выпуск что ли девяносто третий год бомба нам больше нету вот это красные камеры камбоджа 75 год вот в таком состоянии не знаю вот это может долларов до 10 даже быть хорошее состояние так это у нас китай 5 юаней шанхай девяносто четырнадцатый год девятьсот четырнадцатый год так здесь еще китай еще китай но китай такой себе конечно так вот это типа валютные сертификаты кстати серия z серия замещения реже встречается о 10 у они есть тоже все серии z так это 50 центов сорок девятый год так ну и все еще два альбомчика у а сразу интересно да смотрите еще без надрывов ты ты сотка попробуй надеющий без надрыва не часто попадается ну где-то долларов 30 должна стоить я думаю эти сотка именно и полтенек вот эти франки швейцарские большие складывали несколько раз поэтому надрывы там протертости внутри это у нас какой год 63 50 франков 71 20 франков 76 что скажете как коллекция 5 франков 47 это уже по современнее идут здесь у нас какой год 94 96 швеция вот это юбилейная 300 лет швеции 10 крон шестьдесят восьмой год тут где-то около 10 долларов будет стоить такая вот швеция есть испания сто пятьдесят тридцать первый пятьдесят пятьдесят тридцать первый такая еще испания эти подешевле будут это и по состоянии них похуже кстати где-то слышал но считал что банк испании до сих пор принимает обмен от своих испанских банднот бесед на евро по каком курс уже не помню но потому что и было курсу вот эти по моему еще принимаются хотя по моему две тысячи бесед 10 евро если не ошибаюсь но с другой стороны тридцать этих 250 это не явно стоит дороже чем 1 евро еще и в таком состоянии прессом причем там писалось где то что независимо состояние понятно если у вас такая уже убитая с надрывами то ее проще обменять на евро чем продавать на аукционе выгоднее я бы сказал не то что проще выгоднее но еще съездить нужно в испанию так 1936 год одна беседа да не это провинциальные деньги такие вот единичка двойка когда-то тоже меня одна была по одной штуке что-то ждет меньше 10 серия серия недорогая судан здесь что здесь ничего просто листы ладно покажу может кому-то интересно будет кто захочет альбомчик купить такие вот листы с несколько штук и такие вот так здесь штучка такая опеку опа судан суринам пошел 1025 100 500 гульден 82 вот это будет где-то может долларов 10 15 63-й только таких 2 мне попадались больше других номиналов не видел 1000 гульден 63 вот это да это раритет торов 20 наверное минимум состоянии огонь ты туда вот эти смотрите серия а а 91 вот эти тоже будут стоить дороже чем последующие когда там 95 98 96 вот здесь у нас есть 95 6 6 эти примерно в 1 доллар полтора за штуку 98 суринам двухтысячный 5 долларов суринам 2004 1 доллар 2 с половиной доллара что это за год тоже 2004 вот эти красивые интересные и подороже будут предыдущих чем гульден например пятерочка к моему тоже от 5 до 10 долларов еще серия ааа здесь низкие номера а это гульдены 86 85 а здесь 78 ого крутяк и суринам 86 а также это будет серия ааа дороже чем эти хоть и номинал ниже и 100 гульден 88 эти две так китайские типом тренировочные деньги что ли что за такое а в такой же реверс такой же как и реверс а здесь индастриал банк это возможно какой-то банк выпустил хотя смотрю не похоже по стилю так это похоронные деньги китая это считается что такие деньги нужно ложить в гроб к покойнику и так чтобы ему было смог откупиться загробной жизни придумай же такое чудаки ну это какие-то обычные так как мы уже все да все все таки от два листа есть они не два больше 3 4 и 1 большой все как вам коллекция банкнот играй саныча прикольная да на сегодня все встретимся на соне пока 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 Продолжение следует...